Здравствуйте! В прошлом моем видео было показано, как сделать резервную копию бэкап пользовательских приложений. В этом видео я покажу, как сделать общий бэкап, резервную копию всех установленных у вас приложений, включая системные и пользовательские, вместе с данными и настройками. Этот бэкап поможет вам восстановить все приложения с данными и настройками, если вы сделали общий сброс или перепрошивку своего устройства. Смотрите и делайте. Все просто, нет ничего сложного, нужно быть только внимательным. На устройстве необходимо включить отладку по USB, активировать неизвестные источники и подтвердить цифровой ключ. На компьютере установить программу ADB. Как все это сделать, смотрите видео, ссылки на экране. После того, как вы выполнили всю подготовку, приступаем к созданию бэкапа. Подключаем устройство к компьютеру. На устройстве включите режим самолет, дабы никакие посторонние действия не помешали созданию резервного копирования. Запускаем командную строку от имени администратора. В командной строке нужно прописать необходимую вот эту строку. В этой строке этот выделенный текст означает имя вашего бэкапа. Вы можете его поменять на свое, необходимое вам. Лично я указываю модель устройства, номер устройства и дату создания бэкапа. Копируем эту строку. Текстный вариант строки будет в описании под видео. Можете скопировать оттуда. Переходим в командную строку и вставляем. Подтверждаем. Смотрим на экран устройства. При появлении запроса на резервное копирование подтверждаем создать резервную копию данных. Если вам необходимо зашифровать эту копию, можете ввести пароль в указанной строке на экране. Весь процесс создания будет отображаться у вас на экране устройства. Внизу экрана будут указаны названия приложений, которые в данный момент копируются. Обязательно дождитесь завершения работы программы. Не отключайте устройство от компьютера. Не проводите с ним никаких других действий. Внимание! Разработчики некоторых приложений запрещают копирование их данных. После появления на экране устройства надписи «Резервное копирование завершено», а в окне командной строки вот такой надписи, значит, бэкап создан и сохранен успешно. Проверить резервную копию можно вот по этому пути. Также есть возможность включения в резервную копию данных, которые хранятся на вашей флеш-карте. Для того, чтобы сделать полный бэкап, в который входят также данные, которые хранятся на флеш-карте, необходимо в командной строке прописать вот эту строчку. После ввода данной строки «Подтверждение на экране устройства» «Разрешение на создание резервной копии» будет создан бэкап, в который включает в себя все ваши данные, все приложения и данные, которые находятся у вас на флешке. Поэтому данный бэкап будет занимать значительный объем пространства на вашем жестком диске, будет сопоставим с размером занятого объема вашей флеш-карте. Для примера, бэкап, созданный мной, занимает приблизительно 10 гигабайт. И также время, потраченное на создание этого бэкапа, значительное. У меня на это ушло около двух часов. Будьте внимательны перед созданием такого бэкапа, проверяйте свободное пространство на вашем жестком диске и можете ли вы потратить такое время на создание бэкапа без каких-либо ваших действий с устройством. Для восстановления вашего устройства из бэкапа необходимо в командной строке ввести вот эту строчку, в которой будет указан имя вашего сохраненного ранее бэкапа. Копируем ее, вставляем в окно командной строки. После ввода и подтверждения на экране устройства разрешения на восстановление из резервной копии ваше устройство будет восстановлено из сохраненного бэкапа. После появления на экране устройства надписи восстановление завершено, отключаем устройство от компьютера и делаем перезагрузку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok